Значит, зачастую мне задают… А, кстати, презентация, которую я сейчас использую, я попросил организаторов, если кому-то будет интересно, можете взять, это не проблема. Кроме того, вчера у нас была лекция по нарративам. Презентацию по нарративам тоже можете взять, если кого-то интересует. Кроме того, та литература, которую я использовал для того, чтобы подготовить презентацию по нарративам, тоже можете взять. Потому что без литературы презентация – это пропаганда тоже, потому что непонятно, откуда это все идет. Понятно, да? Поэтому этот слайд, и включая вот эти слайды, которые мы вчера использовали, тоже можете абсолютно использовать и цитировать, если надо, в принципе. Хотя литература здесь тоже будет указана. Значит, часто внутри региона, но зачастую вне региона тоже, меня спрашивают, а в чем проблема? То есть почему мы в наших исследованиях проблематизируем вопрос имиджа региона? Вот в чем проблема? И проблема, она состоит из трех основных вещей. Первое. В самом регионе растет недовольство того, как регион воспринимают, скажем, за рубежом через западные или российские такие рамки. Это первая проблема. Вторая проблема, что зачастую, вы знаете, даже когда… То есть я работаю в академической сфере, и мы когда публикуем что-то, работа обязательно проходит через ревью, то есть через рецензию. И когда я получаю reports, то есть вот эти доклады, зачастую ставится вопрос, а может быть, в принципе, у централизиатского региона нету особенностей. То есть может быть централизиатский регион, он в принципе так же, как и, скажем, океания. То есть для международных отношений не имеет особого значения. Зачем нам изучать централизацию? Вот такие вопросы ставятся. У меня даже есть квоты, которые я в других презентациях использую из всех докладов. Поэтому, то есть вот вторая проблема, что многие за рубежом воспринимают, что может быть, централизиатский регион – это достаточно маленький регион для международных отношений, который не имеет в принципе значимости. Третье. В том, что существует множество нарративов в самом регионе – в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, меньше, наверное, в Туркменистане, хотя я уверен, что там тоже люди работают, да, и в Таджикистане, которые… Они существуют, но о них не знают. То есть их предпочитают игнорировать. То есть и это является тоже проблемой. Значит, как эти проблемы… То есть второй вопрос, который часто задают – ладно, проблема есть, но как она проявляется? Вот как мы ее видим? Первое – это то, что в основном, значит, когда медиа, то есть вот даже те платформы, которые… Журналистки, я даже не говорю про академические, журналистские платформы, когда они описывают события в регионе, они зачастую апеллируют к западным и российским теориям. Очень редко вы найдете какие-то концепты, которые исходят из региона. Второе – это то, что, значит, эти понятия, они потом перекочевывают в, значит, библиографии многих студентов. Даже вот перед конференцией мы с организаторами разговаривали, что формирует, значит, понимание наших студентов, нашей молодежи. Это в основном масс-медиа, потому что молодежь, она редко читает академическую литературу. Зачастую, в лучшем случае, они читают, значит, то, что они видят в фиатре, интернет и так далее, и так далее. То есть масс-медиа. И если, когда они видят, значит, рамки, которые в основном используются из запада или из российских, естественно, они потом оперируют этими знаниями в своих работах. Получается замкнутый круг. Они читают это, потом воспроизводят и заново, то есть, читают. То есть, и получается вот такая ситуация. И часто меня спрашивают, а как мы можем сделать, значит, такой вывод? Для меня это легко, потому что я работаю с студентами из Центральной Азии. Первое, куда я смотрю, библиографию, которую они используют. И в большинстве случаев, сегодня, по-моему, Камила говорила, что, значит, во многих каррикелум, да, то есть не используется местная литература. Я даже не говорю, то есть литературу на английском языке. То есть местная литература, которая здесь доступна в магазинах. То есть вот просто выйди и покупи. Нет, их даже не бывает. И зачастую, когда спрашиваешь, а почему вы не используете местную литературу? Вы же можете читать на казахском, крыгайском, русском, в крайнем случае. У многих студентов складывается такое впечатление, что Запад и Россия, они намного сильнее и лучше, чем центранзиатское «я». Потому что считается, что есть иерархия знаний, в котором западные и российские, значит, концепции, они стоят выше. Значит, третье – это то, что приводит к иерархии знаний. Это то, что в самом регионе, мы вчера об этом говорили, очень мало форматов генерации знаний. Мне зачастую, значит, возражают. Нет, говорят, у нас очень много конференций в регионе. Вот в Казахстане проходят конференции, очень часто вот сейчас в Узбекистане проходят глобальные конференции, куда приезжают действительно, значит, деятели, то есть которые вовлечены в процесс принятия решений. Но зачастую эти, значит, конференции, они выливаются, значит, в демонстрацию обменов между западными или российскими какими-то деятелями и, значит, центранзиатскими правительствами. Либо, то есть они представляют собой смесь, значит, традиций, грандиозных мероприятий, которые были приняты в советское время для внутренней аудитории, чтобы показать, что нас вот уважают вот сильно. И, значит, западной маркетизацией, то, что я называю. Я сам, честно говоря, не активно участвую в Твиттере, Фейсбук, потому что считаю, что, в принципе, там очень много времени теряется. Но когда иногда вот просматриваешь, очень часто, кроме, там вместо содержания дискуссии, зачастую это маркетизация, это продавание себя. И зачастую вот эти конференции, то есть они именно служат не цели, значит, выработки знаний, а продавание себя. То есть показывание, вот мы такие активные. Третий момент – это то, что зачастую, как я уже сказал, это признание иностранного и внутреннего. И, опять-таки, это связано с внутренней колонизацией. Для нас в центре азиатском регионе очень важно, чтобы нас воспринимали за рубежом. И тогда мы считаем, что нас будут воспринимать внутри. По идее должно быть наоборот. То есть если нас воспринимают наши же люди, значит, это то, что должны воспринимать за рубежом. Но у нас наоборот. У нас считается, если нас иностранцы принимают, значит, мы достойные люди. То есть процесс наоборот. И вот то, что сегодня, по-моему, в предыдущей сессии Камила говорила, что зачастую англоязычные публикации даже наших ученых воспринимаются лучше, нежели те публикации, которые написаны на их родном языке здесь. Почему? Потому что, опять-таки, то есть бранд вот этого иностранного и английского считается лучше. Значит, в этом плане нет места эпистемическим сообществам, чтобы они могли вот так собраться и проблематизировать какой-то аспект генерации. Основные академические платформы, это и Central Eurasian Studies Society, это и ESCAS, которые Европейская Ассоциация Центральзиатских Исследований, они находятся вне региона. Мне зачастую, значит, говорят, что нет. СЭС, ESCAS, они проводят региональные конференции тоже. Например, в прошлом году СЭС проводила в Ташкенте конференцию, в этом году в сентябре ESCAS проводит в Алмате конференцию. Но зачастую для этих организаций региональные конференции это своего рода экскурсии в тот мир, который они изучают. Это, наверное, звучит немного грубо, но это примерно так, когда мы ведем своих студентов в музей, чтобы посмотреть на реальные картины, либо в зоопарк, чтобы посмотреть на реальных животных. Примерно такое отношение. Я считаю, что я их не виню. Я считаю, что они имеют право проводить свои конференции, где хотят. Но вопрос в том, что в самом регионе должны существовать определенные ассоциации и группы, которые проводят свои исследования, которые направлены на выработку определенных знаний. А этого, к сожалению, нет. И это все как раз таки ведет к тому, что все местное является менее прогрессивным, чем иностранное. Сегодня вот утром на дискуссии был вопрос по деколонизации. И зачастую я вот заметил, все спикеры, когда отмечают таймфрейм, то есть время деколонизации, они начинают весь разговор с момента после независимости. Но если внимательно просмотреть историю, вообще Советский Союз зачастую рассматривается как деколонизированная структура. Потому что этот же регион был колонизирован в России еще в 1861 году. Я не говорю про Казахстан, то есть те части, которые считают, что они сами вошли. Я говорю про те части, которые Россия реально завоевала. И Советский Союз изначально, по крайней мере, воспринимался как деколонизированная структура. Освобождение этих регионов от российского насилия. А потом потихоньку эта структура реколонизировала этот регион. И поэтому, говоря о истории деколонизации, я думаю, что исторически нам нужно копать глубже. И тогда больше нам покажется. И в этом плане вот эта структура местная, менее прогрессивная, чем иностранная, это то же самое, как в ранние советские годы все русское воспринималось как более прогрессивное, модернизационное по отношению к местному. А потом в поздний советский период, я не знаю, многие у вас заставили этот период или нет, все, что в 80-е годы считалось иностранным, считалось хорошим. То есть главный аргумент чего-то было, это иностранное, это импортное. И то есть это право, неважно откуда. То есть какие-то страны, о которых мы даже не знали, импортное. И в плане знания это то же самое. А сейчас мы пришли к тому, что все, что западное, или, скажем, российское, априори, фундаментальное, лучше. То есть вот такой подход. И еще один момент, это то, что у региона нет своей идентичности. Вот сегодня говорилось на предыдущей сессии, когда мы выезжаем, то есть центральная Азия, что это такое? Это русский мир, исламский мир, Ближний Восток, Азия, то есть непонятно. И вопрос, почему это так? Потому что нет генерации контента того, что такое центральная Азия. Мы вчера об этом говорили. Опровергать российское и западное – это одно. Но конструировать свое – это совсем другое. И процесс деколонизации, он обычно состоит не только из опровержения. Естественно, различение себя от того, что не является собой, это важный процесс деколонизации. Но определение того, что я есть self, то есть это очень важно, этого процесса я практически не вижу. И в этом плане, значит, сами центральная Азиатские правительства, я уже не говорю про гражданское общество, они всегда были, не очень были удовлетворены тем, как их, во-первых, интерес обобщается на основе международного опыта, и как западный мир и Россия часто навязывают свою повестку. Я уже говорил об этом, что многие считают, что эти страны нам не навязывают свою повестку, но в лучшем случае Россия. Но если просматривать всю историю, даже после недовидимости, можно видеть, что даже путь развития, рынок против третьего пути, то есть демократия против диктатуры, ориентация на Китай и Россию, либо на свободный мир. Значит, в плане кризисов с Западом или против Запада вместе с Россией и Китаем, то есть во время Ирака, Афганистана, Украины, эта структура, она сохранила себя. И это бинарное, это белое и черное. Помните, мы вчера говорили о том, что зачастую пропаганда оперирует белым и черным. И эти понятия являются бинарными понятиями белого и черного. И для нас они не всегда определяют, центроазиатские государства в принципе в своей идентичности никогда не склонны искать экстремальные выборы. То есть мы пытаемся, как азиатские люди, мы всегда пытаемся попасть в середину. И поэтому эти бинарные альтернативы для нас не являются выбором. И вот вчера после нашей конференции Рашид говорил, что Запад на нас не давит. Нет пропаганды Запада. И вот вчера буквально экономист, то есть они опубликовали ранкинг стран Путинспелс, то есть друзья Путина. И только основываясь на том, что центроазиатские государства для себя сделали вывод, что они не будут примыкать ни к России, ни к Западу. Эти страны присоединены автоматически к странам, которые поддерживают Путина. То есть это негатив. Это уже брантинг. Если честно, я был сильно удивлен, что очень много в социальных сетях дискуссий, что это правильно, никого это не оскорбляет. Меня, как человека из региона, это оскорбление, это плевок. Это значит, что мы не можем принимать свои решения. И те решения, которые мы принимаем, исходя из наших реалий, если они не совпадают с минимум Запада, мы попадаем в этот список. Но я ожидал, что будет реакция бурная. Если на Западе, скажем, была бы такая реакция, то есть кто-то бы ввел западные страны в какой-то лист и дал бы им какое-то клише. Я думаю, была бы сильная реакция. Но здесь нет. И не только западная. Страны такие, как Индия, скажем, то есть те, которые прошли деколониальный путь, они такого не принимают. Они не позволяют никому с собой так обращаться. А мы обращаем. Мы считаем, ну да, то есть это такое мнение. И зачастую вот в исследованиях, которые мы видим, которые мы читаем, вот эта дихотомия, то есть вот эти binary choices, то есть выбор бинарный, он сохраняется. Например, теория вот эта, значит, Хартланда, Макиндера, Спайкмана, уже на Западе об этом не говорят, то есть вот эти, об этих теориях. Но у нас это очень сильно. То есть это наши ученые. И поэтому, когда, например, мы критикуем эти теории, мне же вот даже в ревью они пишут, но это же ваши ученые пишут. То есть это же люди из региона оперируют этим знаменитым. Значит, это им близко. Значит, нарратив большой игры, great game narrative, да, тоже, я считаю, это нонсенс. И во всех своих работах я, то есть, аргументирую. Но опять-таки в нашем регионе, как на уровне правительств, так и на уровне исследований, значит, нарратив того, что за нас кто-то борется и нас пытаются завоевать, он доминирует в майнсете, да. И я понимаю, что мы хотим, чтобы за нас боролись, да, но это не так, к сожалению, да. И нам нужно, то есть, принять это, то есть, это реально. Один из последних нарративов, пояс и путь, или один, это belt and road initiative, да. В нем мы, Центральная Азия, путь, или второй belt, то есть, второй пояс, да, или сухопутный мост. То есть, это так, как это описано. То есть, нам дана функция вот этих. Второй путь, значит, второй пояс, либо сухопутные, значит, пути. Недавно, значит, я не буду называть человека, но это очень известная ученая, которая, то есть, во время одной конференции, значит, сказала, что нам нужно изучать Центральную Азию from bottom to up. То есть, я понимаю, что это фигуративная речь, я понимаю, но называть регион bottom, то есть, мы что, снизу, что ли, то есть? И у меня просто вопрос возник, если, например, кто-то изучает Америку или европейские страны, они к ним тоже обращаются, как bottom, да, то есть, мне так кажется, вот это даже вот эта фигуративная речь, она в нас сидит уже, и мы считаем, ну, это нормально, потому что, то есть, это вот к локальным знаниям люди оперируют, да, и мы готовы это принимать. То же самое по сотрудничеству, когда мы говорим сотрудничество, в реальности это означает дарение, то есть мы ожидаем, мы с протянутой рукой ходим, в принципе. И вот эти нарративы, они приписывают зачастую назначение региона как функции, то есть мы функция пути, мы функция транзита, мы функция моста, и дееспособности самого региона практически нет. Когда, вот сегодня, по-моему, Марат или кто-то говорил о том, что способность региона, то есть говорит за себя, когда дееспособность признается, она относится лишь к этим регионам, возможности этих регионов быть, значит, клиентскими государствами России и Китая, либо Швейцарии, там, Центральной Азии, либо Северной Кореи, значит, Центральной Азии и так далее. То есть, в принципе, мы можем и не существовать, так как есть, значит, концепция клиентских государств, есть Швейцария, есть Северная Корея, в принципе, то есть нас можно ассоциировать с этими понятиями, да? И многие, самая большая проблема, многие возмущаются этим, но в то же время медийное пространство, оно заполнено этими фразами. Даже, то есть, когда на русском языке люди пишут, они используют эти фразы, да? Значит, основные вопросы, которые… Это меня ведет к основным вопросам, которые нужно рассмотреть. Первое. Какие вот структурные проблемы мешают региону или особенностям международных отношений в регионе более громко и четко заявить о себе? Это первый вопрос. И второй вообще. Какие особенности существуют в регионе? Может, действительно их нет? И то есть мы говорим ни о чем. То есть вот эти два вопроса являются ключевыми. И, значит, ответ на это… Опять-таки, так как я представляю все-таки академическую инстанцию, мы подходим к этому концептуально, то есть теоретически. Существует два основных концепта, которые зачастую люди используют при нарративе. Это концепты, которые основаны на реализме или либерализме, грубо говоря, большие группы. И это, значит, мы называем их позитивистскими такими школами, которые, значит, реализм, он оперирует тем, что мир находится в состоянии анархии. Если ты сильный, ты выживешь. Если нет, ты должен, значит, подтяняться другим. Либерализм говорит, нет, мир – это глобальные ценности. Если у вас есть глобальные ценности, вы сможете выжить. Вот две основные такие теории. И зачастую, когда мы видим медиапространство, большинство статей оперирует либо этой, либо той теорией. Но мы пришли к пониманию уже, что эти два понятия, они являются тиранией ложных, значит, полярностей. Они… Вроде бы это и выбор, но, в принципе, там выбора нет. Это ложные, такие миражные понятия. Но есть альтернатива. И вот сегодня, когда ребята говорили о том, что нам нужно больше оперировать деколонизацией, я почувствовал, что, наверное, все-таки нужно не просто выражать свое мнение, но просто тоже посмотреть, что есть вообще. То есть какая альтернатива есть. Потому что литература очень много. Ее надо читать. И тогда мы можем понять, как приходить к новым идеям. И здесь я перечислил просто некоторые школы, которые являются такими основательными, которые мы часто используем в деконструировании вот этих больших концепций. Это и марксистские школы. И когда мы говорим марксизм, это не то, что построение коммунизма и так далее. То есть марксизм – это очень крутое явление, то есть крутая философия. Я считаю, что Маркс – один из гениальнейших, наверное, ученых философии и международных отношений. И там очень много подшкол, которые можно изучать. Значит, английская школа – это English school, которая также рассматривает выбор между общественным порядком и общественной справедливостью. И рассматривает разные типы сообществ, которые существуют. Значит, постструктуралисты Деррида, Фуко, которые говорят о том, что кроме текста ничего нет, кроме нарратива ничего нет. Если вы задумаетесь об этом, все, о чем мы говорим – это нарратив. Если мы придаем этому значение, это существует. Если мы не продаем это значение, этого не существует. И, то есть, я думаю, постмодернизм или постструкторизм – это тоже своего рода очень важная структура, то есть концепция, которая позволяет деконструировать те понятия, которыми мы оперируем. Постколониальная теория, вот Саид, Спива и другие, которые говорят о том, что, во-первых, мы должны изучать концепции, которыми оперируют те, которые пытаются колонизировать нас, деконструировать их, понять их истинный смысл. И потом деконструировать наше, за что мы станем. То есть, вот две составляющие. И конструктивизм, который говорит о том, что международное поведение стран является социально конструированным. Мы не можем взять имидж в один период времени и сказать, вот так международное отношение Центральной Азии состоит из этого. Он постоянно меняется, в зависимости от времени и в зависимости от социального общения. Попытки вписать Центральную Азию в теорию международных отношений, они есть. Поэтому говорить о том, что этого нет, что люди не придают этому значения, было бы неправдой. Существует работа о саверенитете, то есть Махиры Сурай-Куловой. Существуют там работы, которые связывают, скажем, связь иностранного поведения с идентичностью. Это Сабина Инсимбаева, которая сейчас в Назарбаевском университете. Существует, значит, проблема, преимуализация русских и китайских образов Центральной Азии. Хедер Шоу, Кулой. Хотя Кулой, то есть он и другую идею тоже педалирует. В плане того, что new great game, great game from below. То есть большая игра снизу. Я не очень большой сторонник этого, но в принципе они проблематизируют русские и китайские образы в Центральной Азии. Концепция о власти, значит, новые, вот сегодня говорилось о доноре, то есть новые доноры в Центральной Азии. Нафиса Инсимбаева написала книгу недавно, когда с постколониальной точки зрения она рассматривает Казахстан как новый донор и так далее. То есть Суина Цултаналиева недавно написала книгу про Центральный Азиатский феминизм. Nomadity of knowledge, то есть называется. Nomadism, это феминизм. Жанар Сыркимбаева, которая написала недавно книгу про трансгендеру. То есть люди говорят, трансгендер, как, кто может себе позволить писать про это в Центральной Азии. Вот люди пишут, то есть они вводят эти понятия. Я думаю, что они есть, но, к сожалению, зачастую они еще не являются мейнстримом. Зачастую они игнорируются, либо считаются еще такими, только-только появляющимися. И в этом плане деколонизация и постколониализм в Центральной Азии, он, значит, существует, то есть он связан с тем, что, во-первых, существует иерархия внутри государства, то есть концепция такая, иерархия внутри государства и анархия вне государства. Суверенитет, который был утвержден Вестфалией, да, то есть 1648 года, после священной вот этой войны, 1618-30-летняя война, да, он до сих пор, вот мы сейчас живем, в 2023 году мы его воспринимаем как священный, как суверенитет, которому мы должны следовать. Значит, европейское понимание просвещения и прогресса, когда все государства проходят определенный этап и от, значит, того, что они не развиты до процесса просвещения, эти все концепции мы воспринимаем как, значит, основополагающие в международных отношениях. И это нам зачастую мешает рассматривать особенности международных отношений в нас в регионе, потому что это уже создает те рамки, в которых мы оперируем. Значит, сама постколониальная и деколониальная мысль, вот был вопрос, что такое постколониальная мысль и что такое деколониальная мысль, вот какая разница, да. По крайней мере, в международных отношениях постколониальная мысль, она направлена на то, чтобы деконструировать доминирующий голос, нарратив колонизатора и, значит, те озабоченности, да, concerns, которые колонизатор имеет по отношению к странам, которые он колонизировал, да. А деколониальная мысль – это то, что извлекает голос, мысли и опыт колонизированных стран, которые они для себя считают важными. И мне так кажется, вот два вот этих аспекта очень важны, то есть их надо разделять и использовать методологично, то есть методически. Мне часто говорят, что, ну да, деколонизация, постколонизация, то есть это все интересно, но это философские концепции, которые в нашей жизни, в принципе, не имеют никакого отношения. На глобальном уровне лучший пример – вот товарищ Трамп, да, то есть он оперировал этими знаниями, почему к нам приезжают все люди из разных стран, нам нужно больше привлекать людей из стран, как Норвегия, да, то есть мы все об этом знаем, да, ну, вы можете сказать, ну, Трамп, он не сумасшедший, да, то есть почему мы им оперируем, да. Хорошо, давайте посмотрим на, значит, не сумасшедших людей, да, из Европы. Товарищ Джозеф Борал, да, то есть он является главой внешней политики ЕС, да, это его фраза. Европа – это сад, мы построили сад, а остальной мир – не совсем сад, и большая часть остального мира – это джунгли, и поэтому джунгли могут вторгнуться в сад, и садовники должны заботиться об этом. Он дальше идет. Он говорит, что джунгли обладают мощной способностью к росту, и стены никогда не будут достаточно высокими, чтобы защитить этот сад. Садовники должны идти в джунгли, европейцы должны быть гораздо более вовлеченными в отношении с остальным миром, иначе остальной мир вторгнется к ним, используя различные способы. Этот человек до сих пор у власти, с ним наши руководители жмут руки. Кто, вы думаете, джунгли? Это мы с вами, то есть не цивилизованные, да. Если кто-то считает, что я, то есть перебираю, вот это его фраза на английском языке, да, и, то есть, деконструировано. То есть, garden – это civilized, это цивилизованный и так далее, кому-то нужно, посмотрите, да. Дальше. Релевантность этих, вы можете сказать, ну да, то есть эти люди просто говорят, ну, к Центральной Азии это никакого отношения не имеет. Посмотрите большинство, значит, работ, которые, значит, написаны по региону или пишутся по региону, да, начиная с 90-х годов. Это, то есть, катапульта к независимости, то есть мы не хотели независимости, нас катапультировали туда, да. Олькот, да, то есть вроде бы известный человек, который должен знать этот регион, да. Нет, пишет. Значит, все идет не так. Это ее же работа, да, то есть невыполненные обещания, новые Афганистаны, да. Значит, дискусс большой игры за природные ресурсы, тот же, то есть Александр Кули и так далее, да. То есть роль усиления Китая и разделения вот региона. Фредерик Старр о том, что, то есть мы должны стать примером Асиан и так далее, и так далее, да. Постоянно идет апелляция к каким-то примерам, которым мы должны подражать. То есть мы, у нас нету своего, мы должны быть одним из этих вещей, да. А российская литература и первоисточники, то есть я не буду вдаваться в детали, но это очевидно, да, то есть один из примеров вот этот. До операции президент Путин в декабрь 20-го года, то есть ежегодные эти конференции. И то есть вот на вопрос о том, что вот что вы думаете про Кыргызию, он говорит, вы сказали, что это кризис среднего возраста, то, что происходит вот в Кыргызстане, да. Например, и привели некоторые примеры. Например, Кыргызия, а что там, это впервые, что ли? Там постоянно чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутрополитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Кыргызстан, и уровень политического сознания, уровень зрелости институтов не такой, как, скажем, во Франции. То есть это российский президент говорит, что во Франции это лучше, Кыргызстан это, то есть еще недоразвитые, но в Кыргызстане пытаются к этому прийти. Это российский президент. И он себе такого позволить, скажем, по отношению даже к Западу не может. А Кыргызстан может. Считает, что имеет право. Вы можете сказать, ну да, сказал. Ну это его мнение. То есть Шойгу, он говорит, что так получилось, что мне пришлось заниматься конфликтами между Южной Ассейсией, Грузией, Абхазией и так далее. То есть он считает, что он в положении, значит, примерять. И, значит, говорить этим странам, как нужно себя вести. Многие люди говорят, ну, это, значит, диктаторы. Навальный. Навальный оппозиционер, молодец, значит, демократ. Но этот человек, который считает нас, в принципе, дикими людьми, который, то есть угрожает, значит, российскому обществу. И это приводит к мысли, что, в принципе, неважно, к какому политическому лагере ты относишься в российском менталитете, то есть у тебя будут примерно такие же взгляды, то есть по отношению к центрально-азиатрическому региону. Значит, российское колониальное мышление, когда мы о нем думаем, оно немного сложнее, чем западное. Потому что, с одной стороны, Россия сама является жертвой колонизации. То есть в XIX веке Россия смотрела на Францию и Германию как примеры подражания. Большинство институтов, университетов и вообще, то есть ветви государственной власти, они были построены на немецкой и французской модели. И поэтому они восприняли эту модель модернизации как для себя важную. Теперь, потом они насадили эту модель на нас. То есть получается, Россия сама колонизирована и колонизатор. Мы double colonize. То есть мы колонизированы через это наследие. И тогда отношение в России самой к Западу как к колонизатору, но в то же время как освободителю евразийского пространства. Но в то же время, тоже поразительно, существует подражание России и Западу, то, что называется mimicry. То есть все концепции, которые Запад использовал, скажем, в Югославии, то есть концепции гуманитарной интервенции, сохранение жизни людей, Россия активно использует эту терминологию для того, чтобы использовать свое влияние в других регионах, которые мы называем нашими. И это приводит к концепции, что в принципе в международных отношениях существует колониальность знаний. Она предопределена как западными теориями, так и российскими. Мы часто на этой конференции говорим о том, что российская. Мы должны быть очень осторожны по отношению к России, потому что там очень много всяких концепций, которые нам насаждают. Но никто практически не замечает, что точно такого рода концепции, только с другим уклоном, существует на Западе. И смена одной концепции на другую нас независимыми или деколонизированиями не сделает. И сама колониальность знания, она относится к определению, то есть это относится к исторически укоренившимся расовообусловленным практикам, которые регулярно возвышают формы знания и принципы генерирования знания колонизирующих культур, в то время как колонизируемые культуры низводятся на второй план. Если вы посмотрите на то, что происходит в регионе, это именно то, что мы возвышаем колонизирующие культуры, и мы опускаем наши культуры. Стратегия обычно, Запад или Россия, это своего рода щедрые носители цивилизации. Либо то, что мы называем стратегическое умолчание, когда эти страны, им не позволено говорить слишком много в рамках того, что у них есть возможности, и поэтому они молчат. Значит, проблема здесь, это первое, это структура знаний. Зачастую, я думаю, вы знаете, академия в наших центроаназиатских странах, она служит власти. То есть академическая наука служит, значит, нарративу государственной власти. То есть в противном случае какой… То есть мне часто задают вопрос, если она не служит власти, зачем наука нужна? То есть вот такой вопрос. И поэтому вопрос о том, что нужно генерировать какие-то знания, что нужно знания об обществах распространять, то есть это не ставится основной целью. Второе – это желание быть признанным, принятым западными или российскими, другими, нежели своими. Третье – распространение знаний. То есть в данном случае у нас зачастую в регионе две позиции. Либо изоляция, полная изоляция, как и в Узбекистане это было, в Туркменистане. Огородиться, и у нас есть свой путь. Либо полностью принять то, что нам дают из других регионов. И последнее – это игнорирование возникающих каких-то эпистемических сообществ. Всем известно, что даже в Узбекистане долгое время, например, политология была запрещенной наукой. Люди говорили, что нельзя заниматься политологией. То есть просто существует сообщество, но их игнорируют. И до сих пор, кстати, есть независимые ученые, которые участвуют на YouTube, транслируют. Но в общественной жизни академического сообщества внутри страны они не представлены ничем. Как деколонизировать имидж центральной Азии? Вопрос самый главный, наверное, этой конференции. И практически, наверное, совет будет. Первое – это критическое переосмысление термина, в котором мы используем. Тот же термин суверенитета, тот же термин переходности или того, что мы переходим. То есть уже непонятно, откуда мы куда переходим, но мы продолжаем использовать термин, что мы страны с переходной экономикой. Тот же термин доминирования, то есть термин большой игры, что в принципе вводит в заблуждение, потому что не совсем понятно, то есть о чем конкретно речь. И второй аспект – это необходимость больше внимания уделять специфике международных отношений в самом регионе. То есть два момента. Деконструировать те термины, которые мы используем как святые, и второе – попытаться выработать то, что мы считаем для себя важным. Копирование западного… Говоря о суверенитете, например, копирование западного суверенитета нас привело к тому, что государство или правительство просто использовали концепцию суверенитета для того, чтобы утвердить свою персональную власть. И это привело к тому, что мы теперь не можем даже подставить под сомнение само концепцию суверенитета приравнивается к независимости. И в то же время мы не можем выработать новые концепции суверенитета, скажем, тот же региональный суверенитет насчет воды, насчет ресурсов и так далее. Второе – общее советское наследие. Вы знаете, я не виню, в принципе. То есть молодое поколение зачастую не знает, и поэтому часто говорят, что все советское – это плохое. Но даже в советском прошлом есть много хорошего для нашего региона. И одна из этих вещей – это привычка делиться и совместно использовать. Это большое дело, потому что зачастую психологически использовать определенные территории, определенные, значит, вводные ресурсы вместе. Для этого нужна психологическая подготовка. И советское прошлое дает нам определенный имидж того, что можно делать вместе. Поэтому полностью отметать советское прошлое я бы не стал. И концепцию регионального суверенитета, то есть по определенным вопросам, я бы именно соотносил с определенными практиками, которые были выработаны в советское время тоже. Третье. Вопрос суверенитета – это обычно право собственности. Но суверенитет не означает и никогда не означал независимость. Вообще концепция независимости, вот сегодня тоже в панели говорили, ее не существует. Потому что не существует ни одного государства, которое независимо. Мы все, то, что называется interdependent, то есть мы зависим друг от друга. Ни одно государство не может принимать любые свои действия в одиночку. Все наши действия социально конструируемые. То есть мы зависимы от других, наши взаимоотношения определяют нашу повестку. Поэтому, то есть вообще концепция независимости, я думаю, нам нужно ее пересмотреть. И в этом плане взаимозависимость определяет их дееспособность. Если страны Центральной Азии не взаимозависимы, они не дееспособны. Определенные услуги, они не смогут оказывать своему населению. А значит, взаимозависимость, она первична, нежели независимость. Западное понимание суверенитета целенаправленно секьюризируется. То есть оно ставит это в рамки того, что государство должно себя отделить от других, и только это позволит ему быть полноценным. В нашем регионе, если вы отделите себя, вы станете, наоборот, неполноценным, потому что ваши возможности, наоборот, сократятся. Взаимозависимость в этом плане, она, наоборот, позволяет больше в регионе, нежели независимость. То же самое, что переход на реальность. То есть еще одно проблематичное концепция, потому что не совсем понятно, от чего, куда мы переходим. Третье, риторика доминирования, большой игры и так далее. И здесь, опять-таки, Лавров, российский дискурс, это фраза из его интервью. Ему говорят, вот в Киргизии распространяется мнение, что Киргизия не должна быть частью евразийского экономического сообщества. Его ответ. Если в Киргизии распространяется мнение о том, что надо что-то менять, я не исключаю, что это отражение соревновательного процесса, значит, отражение конкуренции за Центральный Азию, в которую вступили наши западные коллеги. И мы считаем, что такая конкуренция контрпродуктивна, гораздо лучше сотрудничать, чтобы помогать централазиатским странам, в том числе и Киргизии, и Таджикистану, которые в этом особо нуждаются. Помогать развивать им свою экономику, создавать устойчивое в народном хозяйстве и так далее. Мы готовы к этому. То есть любая дееспособность на стороне Центральной Азии, товарищ Лавров считает, что это не мы сами. То есть это конкурентность из-за того, что Запада на нас давит, и мы выбираем такой путь. То есть опять-таки отрицается вопрос конкурентности. Значит, местное политическое руководство тоже заинтересовано. Меня часто задают вопрос. Но это же зачастую местные руководители говорят о том, что существует доминирование, большая игра. Естественно, они заинтересованы, потому что это их единственный ресурс, через который они могут получать экономическую помощь из-за рубежа. И это даже не их вина. Это их посклоняальное мышление такое. Они гибриды, посклоняльные в принципе. То есть они всегда опираются на помощь извне. То есть никто из этих лидеров никогда не опирается на свою помощь. И, естественно, этот аргумент, что если вы нам не поможете, нам помогут другие, и они будут против вас, они используют в первую очередь. Но они не понимают, что все уже знают, что конкуренции нет. То есть мы бы и рады, но нету. И второе, что для государства в Центральной Азии влияние больших держав не обязательно является исключительным. То есть в нашем регионе вы можете сотрудничать как с Россией, так с Китаем и с Америкой. И здесь нету концепции эксклюзивити. То есть нету эксклюзивных интересов. То есть здесь нету каких-то проектов, за которые эти государства борются. И поэтому совмещение этих интересов здесь менее болезненно, нежели в других регионах. Значит, особенности центральной азиатской идентичности – это второй вопрос. Помните, мы говорили о том, что мы должны вырабатывать наш собственный контент. И что является нашим собственным контентом? Вот сегодня во время панельной сессии тоже был вопрос о том, что зачастую в советское время, даже в советское время мы советских руководителей считаем колониальными лидерами. Но если честно, Дин Мухаммед Кунаев, Шараф Рашидов, мы их не считаем колониальными лидерами. Мы считаем, это люди, которые в советское время пытались максимально извлечь пользу для своих республик. В этом плане они могут, и, конечно, если хотите, вы можете их рассматривать как советских лидеров. Но они, в принципе, и деколониальные лидеры тоже. То есть они в условиях советской системы сделали максимально для того, чтобы продвинуть интересы своего государства. И вот этот, а это вот, значит, имидж из Муштум. Те, кто из Узбекистана, они знают, по-моему, журнал до сих пор существует. Когда мы были маленькими, то есть мы часто смотрели этот журнал, то есть наравне с крокодилом. То есть крокодил мы читали меньше, мы читали больше Муштум. И вот здесь вот этот имидж, он дает о том, то есть, ну, говорит, вот здесь есть фраза, что пять пальцев одной и той же руки, то есть вот имидж Центральной Азии, они питаются одной и той же землей, водой, хлебом, проходят через одни и те же корни, составляют одну и ту же плоть, что делает их пальцами, то есть одной руки. То есть это одна вещь, да, идентичность. Я думаю, вот эта вещь, она очень сильно, то есть имиджево ассоциируется с тем, что, то есть как мы видим регион. Сегодня вот говорил о том, что, по-моему, Камила или кто-то говорил, что, ну, Центральная Азия, то есть не совсем понятно, что это такое. В большинстве случаев, по крайней мере, на уровне популярном, все-таки Центральная Азия, как концепция, существует. На уровне идентичности она очень сильно существует. И здесь мы должны определить, разделить это на два понятия. Первое. Для того, чтобы определить, что такое Центральная Азия, легче сказать сначала, чем Центральная Азия не является. Центральная Азия не является постсоветским. Она уже не постсоветская. Большинство людей, сидящих в этом зале о Советском Союзе, вообще ничего не знают, да, и никогда его не видели. Это imagination, да, то есть это то, что представление, да, или то, что вот пишется на Западе, люди читают и говорят, наверное, Советский Союз таким был, да. Поэтому он уже не постсоветский. Стан обобщаемый тоже. Потому что Кыргызстан, то есть есть эти названия, но это не значит, что они одинаковые, они разные. Естественно, они разные. Как и в обычном обществе, все люди разные. В одной семье дети разные. Поэтому говорить о том, что мы не можем быть семьей только потому, что мы разные, это нонсенс. Мы, естественно, разные. Но это не означает, что мы не принадлежим к одной идентичности. Управляемые соперничеством. Нет. Тоже часто используют, то есть манипулируют Казахстан против Узбекистана, кто является лидером и так далее. Но в самом обществе, когда вы разговариваете с людьми, людям абсолютно все равно. Потому что для них вопрос соперничества, он не стоит так важно. Они не соперничают ни за что, в принципе. Это политический нарратив, который был введен еще британцами в этот регион, потом использован россиянами. В советское время советская номенклатура создала систему, когда партийные лидеры боролись за ресурсы для развития своей республики, естественно, конкуренция. Но, опять-таки, все это искусственно введенное. И централизм не является переходным. Также я органиитирую то, что Вестфалия, то есть суверенитет, основанный на опыте христианских государств, которые ввели между собой войну с 1618 года на протяжении 30 лет, и основываясь на христианстве, они решили, что лучше Вестфалия. Для нас абсолютно никакого смысла не имеет. Тогда вопрос. Чем является тогда центральная Азия? Здесь первое, на что мы должны обратить внимание, международные отношения в центральной Азии основаны на идентичности и глубоко социально конструированы. То есть в зависимости от того, как одно государство общается с другим, выстраивается система международных отношений. Я вам приведу пример. Мне часто говорят, ну а как же так? Вот на протяжении многих лет Каримов с Таджикистаном, значит, враждовал. Была конкуренция между Таджикистаном и Казахстаном. Где здесь социальная? Именно это и является социальной конструкцией. Когда идет посыл от одной стороны, что они соревнуются за что-то, естественно, выстраивается форма соревновательности. После 2016 года, когда поменялась власть в Узбекистане, в других странах, и когда был месседж, что мы не будем соревноваться, для нас регион важнее, структура сильно изменилась. То есть социальные взаимоотношения и месседжи, то есть нарративы в этом регионе зачастую конструируют наши взаимоотношения с друг другом. Второе – это все-таки соседский характер международных отношений. Вот сегодня был вопрос о том, что, ну, Центральная Азия, не совсем понятно, что это, что за концепция. Хотим мы того или нет? Мы соседи. И, то есть, мы соседи между собой, и мы же соседи с Китаем и с Россией. То есть добрососедство и, то есть, понятие соседства, я думаю, в большинстве стран региона, очень важны даже на уровне индивидуальном. То есть для вас важно, кто ваш сосед. Когда вы выбираете свой дом, вы не столько выбираете, значит, там сам дом, но и выбираете соседа, правильно? И строите взаимоотношения с соседом, то есть где вы живете. То же самое, то есть в регионе. Добрососедство для нас или вообще, то есть построение соседства, для нас является основополагающим. Если даже, скажем, Казахстан, развитое государство, но если соседние государства будут абсолютно бедные и в состоянии полной анархии и войны, независимо от того, насколько Казахстан развит, ему хорошо не будет. То же самое можно сказать про Узбекистан и другие страны. То есть соседство определяет взаимоотношения. То есть в этом плане, вот мы в последнее время особенно видим, то есть зарождение духа добрососедства, это может являться какой-то категорией, которую мы можем, наверное, ввести в международные отношения, которые мы до сих пор не видим. Потому что зачастую рационалистические теории международных отношений, они не эмоциональны, они не апеллируют к эмоциям. Они говорят, что в международных отношениях нет эмоций. Но если мы используем такие концепции, как добрососедство, может быть, эмоции могут быть фактором международных отношений. И централизиатские нормы. Зачастую меня спрашивают, что такое централизиатские нормы. Есть определенные нормы, к которым мы все более-менее относимся. Это и сабр, терпение, и маслахат, когда мы советуемся. Или неформальные какие-то институты, когда лидеры стран собираются и ставят в бизнес друг к другу о каких-то событиях. Особенно в последние годы мы видим очень активно. И так далее. В плане социализации и братства эти концепции были еще с советского времени. И тогда, когда Средняя Азия стала Центральной Азией, когда Казахстан присоединили политически или концептуально к региону, и вот эта концепция с 1992 года «Туркестан – наш общий дом» тоже была глубоко основана на эмоциях по отношению к этому региону. То есть корни идентичности здесь выражаются в разных концепциях. Для меня просто легче узбекский. «Ян хошны, джон хошны» и так далее. То есть вот эти фразы, которые мы используем в ежедневном быту для нас, являются также определяющими наше отношение к соседям тоже. И понятие региональный суверенитет. Зачастую суверенитет определяется способностью и желанием государства вести внутреннюю и внешнюю политику, независимо от других. Но в регионе у нас это не так. Вы не сможете вести свою независимую внешнюю и внутреннюю политику без того, чтобы вам помогали или какую-то помощь оказывали региональные государства. В этом плане, я думаю, для нас в этом регионе концепция регионального суверенитета ее легче ввести, нежели, скажем, для стран, которые оперируют вестфальской системой. Значит, социализация братства, я уже сказал, это терпение и так далее, и так далее. Я попущу, но кому-то интересно, если посмотрите. Значит, особенности. Мы вчера говорили, это стратегия формулирования своих нарративов, значит, стратегическое молчание и так далее. Мы об этом говорили. Но вот я заметил просто, то есть во время дискуссии говорят, у нас либо есть стратегическое молчание, либо нет. Но опять-таки это социально конструированная конструкция. И поэтому там существует несколько этапов. Оно не появляется извне и не исчезает никуда. То есть существует первый этап. Это определение того, за что. То есть нарратив, который мы пытаемся продвигать. Второе, мы смотрим, насколько это воспринимается аудиторией. Третье, мы пытаемся определить, как это относится ко мне, self, то есть к своему осознанию. И поэтому, когда мы думаем о стратегическом молчании, нам нужно не просто смотреть, есть оно или нет, а как оно формируется. Процесс формирования намного важнее, нежели то, что мы приходим. Потому что результат определяется процессом. Нам нужно смотреть в процессы, а не в результат. Процесс, он сам по себе, это вывод из, то есть результат – это вывод из процесса. Значит, давайте выводы, я приду к выводу. Первое. Деколонизация – это не просто дересификация. То есть это важно. На протяжении всей этой конференции, честно говоря, немного уже устаешь от того, что есть только один ответ – дересификация. Россия во всем виновата. Может быть, она и виновата, но кто ей позволил делать то, что она делает, это мы. А значит, нам нужно посмотреть на себя. Зачастую мне говорят, ну, постклониальные вот эти, значит, experience, он общий. Нет, он не общий. Посмотрите на страны Прибалтики. Они и в советское время не позволяли россиянам делать то, что они делают здесь, и сейчас не позволяют. А значит, это можно. А значит, есть примеры, то есть успешного противодействия. И деколонизация – не просто дересификация, потому что, как я уже сказал, существуют определенные западные концепции, которые нам насаждают. Без того, чтобы мы осмыслили этот процесс и подумали, это нам подходит, это то, что мы хотим, или это то, что они хотят. То есть вот этот вопрос, он очень важен. Второе. Деколонизация в этом плане – это отход от навязанных образов. Если мы сами принимаем решение, это наше. Если это нам навязано, это уже не наше. Она требует деконструкции доминирующих западных, российских и иных образов. Признание местной специфики, основанной на региональных ценностях, это является основой деколонизации. Успех этой задачи зависит от новых форматов генерирования информации и знаний. Я просто призываю, первое, больше обращаться к литературе, потому что очень много сейчас написано. К сожалению, я не чувствую, что народ читает. То есть больше читать и потом генерировать, потому что генерировать на пустом месте все-таки сложно. И, значит, я перейду уже к литературе. Эта книга, значит, деколонизация международных отношений в Центральной Азии, вне рамок империи. Мы проводили несколько круглых столов по разным аспектам этой книги. То есть все есть в YouTube на английском языке. Это первый раз, когда… То есть я об этом говорю на русском языке. Поэтому, если кому-то интересно, пожалуйста. Значит, по молчанию, стратегическому молчанию, вот эта недавно статья, буквально летом в прошлом году вышла, молчание золота. То есть молчание как стратегический нарратив в реакции государства Центральной Азии. Тоже можете посмотреть. Да-да. Файлы можете брать, можете цитировать, можете критиковать. Тоже нормально. И третье – это государственность через соседство. Зачастую государственность считается, что мы одни. От государственного суровенства к региональной принадлежности Центральной Азии. Это вот некоторые. Сейчас мы пытаемся… То есть зачастую в ответ на эти работы нам… То есть меня лично спрашивают, а какие конкретные примеры того, что говоришь. Вот концептуально это все звучит красиво. А какие конкретные примеры? Сейчас вот мы нарабатываем… То есть несколько статей сейчас у нас на ревью по воде, по образовательной системе и так далее, и так далее. И мы пытаемся привести конкретные примеры того, чем является международное отношение или политика в Центральной Азии. И я просто призываю каждого, наверное, задуматься, что для себя важно и как это отражается в структуре международных отношений. Спасибо. Так, давайте вот так. То есть из предыдущего опыта я понял, что нам нужно собирать вопросы. По пять вопросов. Каждый вопрос, комментарии давайте вот так. Комментарии держите при себе. Вопросы. И собираю пять вопросов. Начинаем отсюда. Я буду записывать. И то есть я вижу уже пять человек, которые вот пять человек, да, вот в первых рядах. И потом я дальше пойду, хорошо? Сейчас, минуточку. А, рада была. Вот вчера были вопросы о том, что является нашей идентичностью и какой город мы можем себе построить, чтобы он отражал полностью нашу идентичность. Это сложный вопрос. Почему? Потому что наша идентичность – это социальный конструкт. Мы сами по себе не существуем в объективном каком-то виде. Мы нас строили столетиями. И, естественно, то, что вот вчера тоже говорилось, если это не отражает наши ценности, мы должны разрушить, да, и построить все это. Естественный вопрос, а что наши ценности, да? Поэтому мое отношение к этому – не прибегать к революционным каким-то шагам в том плане, не разрушать прошлое. Потому что все, что у нас есть, оно наше. То есть неважно, что это. Да, советское тоже наше. Ташкент – космополитичный город. Мы гордимся тем, что там была вот эта вся история. И нам приятно, когда мы ходим и видим, что там была и российская, и нероссийская. И мы видим все эти памятники. И мы можем воспроизводить свое прошлое даже по тому, как это выглядит. Посмотрите на Астану. Ну вот что это такое? Это о чем вообще? Вот мы где находимся вообще? При всем при том, что Астана построена, то есть спроектирована японским архитектом. И между нами говорят, то есть японцы тоже были не в восторге. Потому что сами японцы, у них, значит, они же были империей. И насаждать вот эти образы они не любят. Потому что они боятся вот этого повторения своего имперского прошлого. И когда, значит, Кио Кище, то есть архитект, он пришел в МИД, это я точно знаю, потому что он пришел в МИД просить деньги на это, ему сказали, что это может привести опять к имиджу насаждения японского вот этого города на азиатские государства. Его сначала отказали, но потом казахстанский МИД вышел, и то есть был создан имидж, что это снизу. Я к чему это? Все-таки нам нужно бережно относиться к нашей истории, даже если она колониальная. Потому что это единственное, что нам позволит, значит, то есть это позволит нам основывать наше предположение на том, что есть. Если мы снесем, у нас не будет ничего. То есть каждое поколение будет строить свое. Я не считаю, что это правильно. Каким оно должно быть? У меня нет ответа. Значит, про независимость, да, то есть как строить, да, то есть диагональную независимость, извините, региональную взаимозависимость, да, то есть как строить ее, то есть в данном. Мне часто задают этот вопрос. Я вижу, то есть одну модель, которую мы реально можем использовать. То есть есть очень много моделей, но первое, это, то есть, наверное, то, что называется, то есть, ну, к этому апеллируют функции, то есть называют это теорией функционализма. Когда мы выбираем одну сферу, в которой возможно построение, пусть это будет вода, пусть это будет какая-то сфера, которая не обязательно не является политической. И в этой сфере, то есть нужно дойти до определенных успехов. Вы можете мне задать вопрос, а что за организации, которые, то есть это сделали? Шанхайская организация сотрудничества. Начиналось все с Shanghai Five, то есть сначала дошли до успеха в переговорах по границе, после этого решили построить организацию. То есть успех всегда приводит к более амбициозным планам. Поэтому лучше начать с малой сферы и прийти к большему. Второе, эпистемиологическое сообщество. Все-таки, когда мы с вами обсуждаем, вот то, что я вам говорю, это взгляд одного человека. Таких, как я, миллионы. То есть если собрать этих всех людей, то мы будем иметь палитру опций. И нам не обязательно со всем этим соглашаться, но нам очень важно иметь палитру опций. И поэтому эпистемиологическое сообщество, построение эпистемиологического сообщества не на основе взглядов, эмоций, а на основе исследований. То есть люди, которые исследовали зарубежный опыт и знают, что есть для того, чтобы для нашего региона привести. Это, я думаю, второй элемент того, как прийти к взаимозависимости. Третье, значит, по нарративам. Значит, было сказано, что возможно ли, то есть вопрос был, возможно ли комбинировать разные концепции, теории. Мне часто этот вопрос задают даже мои студенты, потому что они пишут, они пытаются использовать какую-то теорию для своего исследования, для нарратива своего. Значит, позитивические теории, реализм, либерализм и их толк, там очень много разных подтеорий, невозможно совмещать, потому что они основаны на черном и белом. Они друг друга отрицают, поэтому мы не можем сопоставлять. Но постпозитивистские теории мы можем. Например, у вас вопрос был, как можно конструктивизм и постмодернизм сопоставлять? Это можно, потому что конструктивизм апеллирует к образованию социальных норм, а постконструктивизм, он, наоборот, деконструирует эти понятия, чтобы нам понять, что это такое. Это можно, и это часто делается. Поэтому феминизм и постконструктивизм очень часто совмещают, потому что постконструктивизм зачастую является методом, а не, значит, нарративом своего рода. Понятно, да? Значит, четвертое. По, значит, кооперации Global South. Если честно, я не уверен насчет, то есть каких-то, то есть, как это называется, использования предыдущих, значит, концепций как моделей. То есть я против этого. Но с одним я согласен. Нам нужен диалог между нами, между нашим опытом и между опытом других государств в глобальном юге. Зачастую мы либо полностью отвергаем это, либо, потому что у нас советское прошлое, мы считаем, что мы лучше, чем глобальный юг. То есть мы смотрим на страны Бангладеш, Непал, и у нас сразу советские имиджи, они, наверное, недоразвитые. То есть мы лучше их. Еще хуже. То есть мы к Китаю относимся так же. Мы говорим, да, они, может быть, экономически лучше, цивилизационно они все равно хуже, да, и так далее. Поэтому, то есть я считаю, что взаимоотношения между нами и глобальным югом очень важны. Для того, чтобы понять, в чем мы сходны и в чем мы отличаемся, только тогда мы можем определить, что мы есть. В противном случае мы не можем. Значит, по вашим вопросам. Целая куча, то есть я попытаюсь коротко, да. Имидж. Имидж является, я согласен, это социальный конструкт. Как создается имидж? Имидж не создается до потенциали. Имидж создается из трех вещей. Imagination. Представление, да. Фантазия, если хотите, да. Второе. Communication. Коммуникации. Фантазии не хватает. Нужно обязательно коммуницировать в свой взгляд противнику. И третье. Constraints. Ограничения. То есть вот эти три момента, они конструируют имидж. Все это было, например, когда создавали ОСИАН, у них тоже была идея создать ОСИАН. Вот сообщества, государства, которые не будут примыкать ни к Китаю, ни к Советскому Союзу, да. Они коммуницировали этот имидж друг к другу. Они поняли, в каких рамках они это могут делать. Они нашли помощь от Японии финансовую. И создался продукт, да. То есть ОСИАН. Я думаю, для нас тоже очень важно вот эти три процесса. При, значит, образовании имиджа. Потенциал является результатом имиджа. То есть если по-другому поставить, наша фантазия приведет к нас к высшему потенциалу. Не наоборот. То есть те позитивистские теории, они наоборот говорят, без потенциала вы никто. Постпозитивистские теории говорят, если у вас есть imagination, то есть представление, да, вы можете прийти к чему-то большему. То есть я считаю, что я сторонник вот этого подхода. По, значит, документам. Вот вы сказали, что концепция внешней политики зачастую закрытый документ. Я согласен. Но никто не говорит апеллировать к концепции, значит, внешней политики. Мы сейчас разговариваем, мы не апеллируем к закрытым документам. Мы апеллируем, то есть к тому опыту, который у нас есть, мы вырабатываем свое, свое видение. И в этом плане я не вижу проблемы. И последнее, язык, да, вот то, что вы сказали. Часто ставится вопрос, например, Таджикистан не имеет одного языка и так далее, и так далее. Но когда вы смотрите на нормы, социальные нормы, которые существуют в Таджикистане, они не сильно отличаются от того, что у нас есть в Узбекистане. И для нас общаться с таджиками, то есть основываясь на вот этих ценностях, это не так сложно. Язык – другой вопрос. Но когда есть воля, то есть найдется способ, я считаю. Это коротко ответить на это. Давайте второй раунд. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Запомните. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте. Спасибо большое за очень. Когда я говорю, что эти страны не являются постсоветскими, я имею в виду, что, во-первых, то есть наши понятия, то есть они могут иметь, естественно, какие-то влияния. Потому что мы прошли через это. Это же естественно, правильно? В этом плане мы постколониальный конструкт. И мы гибридный конструкт. То есть что-то есть наше национальное, а что-то есть взаимствованное из советского прошлого. Это без сомнений это так. Но говорить, что мы, что существует такого понятия, как постсоветский, такого нет. Потому что для этого нужно определить, что такое вообще постсоветский. Потому что существуют Балтийские государства, существует Азербайджан, Армения, разные государства. Армения, вообще демократия. То есть существуют страны «центральная Европа». мы давно уже не говорим о Центральной Европе, то есть Восточная Центральная Европа. Там тоже Венгрия, Чехия и другие страны, которые, Польша та же, они тоже, по идее, тогда мы должны относиться к ним как к постсоветским. Поэтому, когда я говорю, что постсоветского нет, нет определения, что такое постсоветский. Да, мы постколониальный конструктор, мы используем структуры государственности, которые нам были импортированы, да. Но мы не являемся постсоветским, потому что непонятно, что это такое. То есть, коротко говоря, это так. Значит, по изобразительному искусству, вот, девушка, вы сказали, да, это не только по изобразительному, в принципе, по любой государственной политике сейчас, значит, у нас бросаются в две, значит, полярности. Одна – национальная изолированность. То есть мы считаем, наше – это самое главное, значит, внешнее нам не нужно. Или давайте все внешнее, да, то есть потому что наше – не нужно, да. Но мы должны, наверное, себе дать отчет, что любая, значит, постколониальная структура, она гибридна. То есть существует понятие постколониальной гибридности, и мы являемся ее частью. Пока мы не примем это, мы не сможем совмещать, как прошлое, то есть советское, да, с новым. И поэтому вот вчера или во время конференции, когда говорилось, что мы должны идти к национальным ценностям и к усиленной роли национализации. Я не совсем считаю, что деколонизация – это национализация. Деколонизация – это наход себя, то есть нахождение себя, и это нахождение себя вполне может быть постколониальным, то есть гибридным. То есть мы можем в себе совмещать какую-то часть, и от своей жизни даже просто подумайте. Вы же каждый раз на новом этапе своей жизни прежнюю часть своей жизни не отметаете. Вы говорите, это тоже часть меня. Но вот у меня есть новое. То же самое нам нужно именно в рамках новых политик в разных сферах, включая искусство. Дальше. По центральной Азии. Извините, я не ответил на этот вопрос, что сама центральная Азия – это политический конструкт, который был, в принципе, колониальным. Я согласен. И в нашем изображении нас пять. Я тоже согласен. Если мы придем к тому, что Афганистан будет частью этого, прекрасно. Если мы согласны, если мы принимаем это, если мы принимаем Синдяй, например, в Узбекистане мы часто говорим, что уйгуры – это часть нас. То есть с уйгурами мы можем говорить на одном языке. То есть мы все понимаем. И мы даже симпатизируем этим людям. Мы считаем, что это геноцид, то, что происходит там. Поэтому если мы в какой-то момент придем к тому, что эти регионы тоже должны быть включены в центральной Азии, прекрасно. Я только за. Но вопрос в том, что, по крайней мере, на данный момент мы, по крайней мере, все соглашены, что центральная Азия пять. Никто не говорит «нет четыре». Никто не говорит «казахстан, нет центральной Азии». И так далее, и так далее. Слава богу. Давайте строить на этом хотя бы. А дальше, если мы будем успешными, Афганистан сам потянется. А если нет, то мы сами развалимся в принципе. И, наверное, будем частью Евразии и чего-нибудь такого, которое привнесено извне. Значит, следующий вопрос. По регионализации системы, то, что было сказано, то есть кроме воды пока ничего нет. Почему нет? То есть даже за последние годы мы видим институт неформального совещания между лидерами, консультацией. Либо, то есть я лично был очень впечатлен тем, что они выбрали Назарбаева, которого здесь сейчас полностью охаяли, значит, старейшина. Я понимаю, что, наверное, человек много всего сделал. Они все, в принципе, не ангелы, эти люди. Но сам факт того, что все региональные лидеры признали этого человека старейшиной, и они к нему прислушиваются, не это ли? То есть факт того, что есть определенные ценности, что есть, значит, тяга к передате зданий от старшего поколения политического лидерства к более младшему поколению. Нет, 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 не народы. Нет, 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 это не народы. Народы и не должны, потому что это не фарма. Это нет, это нет. Потому что мы живем в рамках государства, которое мы приняли в Вестфальской системе. Согласно этой системе, которую вы сами же выбрали, вы выбираете своего президента, он от вашего имени делает решение. Если у вас другая система, тогда выбирайте другую систему. Ну как? Я бы так категорически не был, потому что есть люди, которые считают, что это правильное решение. Ну ладно. То есть я к чему? Я к тому, что у нас есть политический консенсус насчет того, что… Ладно, давайте берем Назарбаева. Есть политический консенсус о том, что нам нужны, значит, старейшины. Старейшины, да? Политические старейшины, которые служат цели передачи знания от одного поколения политических лидеров другим. То есть не это ли один признак той оригинализации, которую мы видим? Я понимаю скепсис. Ну да, то есть вода, лидерство. Но вы понимаете, что здесь мы пытаемся предположить возможные тренды, да? Это black box. То есть мы не знаем, это окончательно ведь чего. Социальная конструкция подразумевает, мы идем от одного к другому. Без первого нет второго. И, как я уже сказал, то есть без первого успеха не будет второй части. То есть вот это я пытаюсь подчеркнуть. И следующее, значит, по Прибалтике. Чего нет у них… То есть, извините, чего нет у нас, что есть у них, и почему они… Ну, настолько это. И мне так… Я часто об этом думаю, потому что и в детстве, еще в советское время я много ездил в Прибалтику, Эстонию, Литву. В то время была система советская лагерей. То есть и в каждой здесь по 3-4 месяца… По 3 месяца, летние месяцы, да? Мы проводили. Я помню, то есть вот это общение меня поражало, насколько… То есть вот то, что у нас здесь в регионе, сильно отличалось настолько от того, что у них. Потому что даже на тот момент чувство самосознания в Прибалтике было намного выше, нежели чувство самосознания здесь. Естественно, то есть научные работы говорят о том, что так как Прибалтика была на грани с, значит, с Европой, она служила своей шоу-виндоу, да, такой, то есть это своего рода модель показать другим европейским странам, что у нас все хорошо, да? Может быть. Но я к чему? То есть вопрос самосознания, вопрос ценности себя, мы должны ставить на первое место. К сожалению, вот это, значит, иерархии знаний, о которых я говорил. Зачастую мы всегда говорим Прибалти лучше, кто-то другой лучше, но не мы. А в себе мы даже не пытаемся копаться, вот как сейчас, да? Ценности, о которых мы говорим, ну разве это ценности? То есть вот такой подход, да? То есть мы… Да, да, да. И ответ на этот, который я говорю, переосмысление себя, переосмысление тех ценностей, которые у нас есть, которые являются важными. Потому что если мы не будем ценить себя, естественно, нас никто ценить не будет. А Прибалты, они всегда ценят себя. То есть и в советское время, и в постсоветское время. Ну это… То есть я не смогу ответить, наверное. Только коротко. Коротко. Я постараюсь, но… Да. Принципиальная вещь. Страны Балтии, конечно, точно так же, как Центральная Средняя Азия, то же самое не Прибалтика, а страны Балтии. Потом это не очень корректный пример. Потому что страны Балтии, они были не столько колонизированы, сколько оккупированы после Второй мировой войны. Первое – это большая оккупация. Второе – краткий срок. Третье – самый страшный ужас из советской власти, большой террор и прочее были позади и была уже ближе к оттепели. Поэтому и их идентичность и прочее не так пострадала, и не столь велика травма. Но это тоже травма оккупации, но не так велика. Если сравнивать с нами, а мы говорим в рамках процесса доколонизации, то мы были именно колонизированы и достаточно давно первый этап царский, второй советский. И мы были надломлены, и наша идентичность как раз посредством двух шершелыков, большим террором и так далее. Не очень корректное сравнение, что-то надо другое. Это не столько сравнение, это больше пример другого. Это сравнение, когда мы говорим, они такие же, как мы, но у них получилось лучше. Это пример другого. Когда у них ситуация, что они ценят себя больше. Может быть, это исторически, может быть, это из-за того, что Казахстан считает, что он сам присоединился, а прибалты считают… Не, ну, к примеру. А прибалты считают, что их заявляют. Я не знаю. Я не специалист по прибалтски, но я имею в виду, что мы видим очевидную разницу в том, что у них это получилось, а у нас нет. И у них оценка, сама оценка намного выше именно ценности того, за что они стоят, нежели у нас. И вопрос именно в этом. Что мы должны ценить то, что у нас есть, намного выше, чем мы это делаем сейчас. Вы понимаете, да? Так, спасибо. У нас… Еще 20 минут. Один раунд. То есть первый раз, когда у нас нет вопросов. У нас нет вопросов. Спасибо.